Приветствую вас! Начать мне бы хотелось с того, что... Обратить ваше внимание на... Некоторые, скажем так... Ну, некоторые неясности в вашем письме, которые вы пишете. В первую очередь, неясности вашего письма заключается в том, что муч, ваш муч, по какой-то, видимо, ему одному, понятной причине считает, что вы в его отсутствии должны жить с его мамой, потому что ему так спокойно. Так-то оно может быть и так. Ему может быть и действительно так спокойно. Может быть. Но проблема в другом. Проблема в том, что муж ваш, по-моему мнению, думает только о себе. Он не думает о вас, например. Он не думает о вашем здоровье, например. Он думает только о себе. И вот это, это, по-моему, и является самым скверным. Скверным. Здесь. Здесь. Потому что, получается как? Что мужчина думает о себе, а не думает о вас и о ребенке, и это, в общем-то, очень плохо. Потому что человек, как бы, показывает вам тем самым, что вы его, ну, мало волнуетесь. Именно вы его мало волнуетесь со своими проблемами. И это плохо. Потому что, в данном случае, это, ну, совершенно определенно, пренебрежение к вам идет. Это первое. И, соответственно, здесь нужно со своим мужем поговорить и сказать, ну, вот, ты хочешь, чтобы тебе было спокойно, хорошо. Я понимаю. Но, а мне это что делать? Мне это ведь не спокойно. Почему, вот, если, почему мы делаем так, как лучше тебе, но не делаем так, как лучше мне? Это, прям, вот, знаете, дискриминация какая-то получается. Это первое, на что стоит обратить внимание. Второе. Второе. Второе, это то, что вы в своем письме говорите. Я спрашиваю у него, у мужа. Можно ли мне пока пожить у своих родителей? пока прислужит. Ну, если вы изначально согласились жить с его мамой, то, ваше предложение, ваше предложение, оно выглядит, конечно, немного странным. Потому что, ну, как-то, знаете, вот, вы сперва согласились вроде как жить с его мамой, теперь вы с его мамой уже жить не хотите, вот. И, значит, мужчина не понимает. Он не понимает, почему так. У него это непонятно. Он думает, а вдруг вы его разлюбили, с ней больше не хотите жить, а ребенок-то его, и он думает, ну вот, ну вот. Она обещала мне, что будет жить с моей мамой, а теперь она этого не хочет. И что это значит? То есть, ему действительно не спокойно. Ему действительно не по себе. Из-за того, как вы себя в данном случае позиционируете. Но проблема в том, что я не увидел в вашем тексте сообщения о том, что вы говорите ему, о проблеме. То есть, вы говорите ему, что вот, дорогой, там, твоя мама, вот, она ведет себя вот так. Она ведет себя вот таким образом. Она ведет себя плохо по отношению ко мне, да? Я не увидел в вашем тексте упоминания об этом. Такое впечатление, что вы своему мужу не говорите об этом. Вы не ставите его в известностях о том, что у вас с вашей свекровью есть проблемы. вы ему об этом не говорите. Как бы. И вот это тоже большая проблема. Потому что, потому что, ну а как по-другому? как по-другому добиться от человека понимания, как достичь понимания между вами, если вы ни о чем ему не рассказываете, если вы не доносите до него факт наличия своей проблемы. Понимаете? вот. И я полагаю, что это, в общем-то, существенная проблема. Я полагаю. Я полагаю, что это очень серьезная проблема. Потому что вы либо своему мужу не доверяете вообще, либо вы просто вот напросто не доверяете ему, то есть вы не можете рассказать ему о том, ну вы не можете рассказать ему о том, что вас беспокоит. Никаким образом вы не можете рассказать ему о том, что вас беспокоит. Либо вы просто не позволяете себе этого сделать. То есть, опять же, не позволяете вы себе этого сделать, потому что вам что-то мешает. И я могу вам на это только сказать, что здесь нужно работать именно над собой. То есть, работать нужно именно над собой, то есть, как вы сами к себе относитесь, как вы сами себя воспринимаете в данном смысле. Это вот такой момент. Ну и далее, последнее. Не задумывались ли вы о том, почему ваш муж так явно, так реально, точнее, не хочет, чтобы вы жили со своими родителями? Ведь, казалось бы, что в этом такого? Ну, живете вы со своими родителями, ну и что? Живете вы с его родителями, ну и что? Казалось бы, какая разница? И связано это, скорее всего, с тем, что мужчина вам не доверяет. Он не доверяет вам, он боится, что вы, например, заберете его ребенка у него, боится, может быть, что вы уйдете от него и так далее. То есть, здесь может быть какой-то страх его, его неуверенность в себе. Его неуверенность в себе, его какие-то страхи некие, ну и так далее. Да? То есть, вот такая вот может быть проблема. И в этом контексте я полагаю, что нужно поступать довольно-таки последовательно. А последовательно поступать это как? Я начала спросить у своего мужчины, почему ты так категорично не хочешь, чтобы я, значит, взял со своими родителями? Если даже мне так лучше, если даже мне так удобнее. Вот почему ты этого не хочешь? Я полагаю, что на эту тему вам с ним тоже не нужно поговорить. Просто спросите у него, чего он боится? Чего он опасается? Вы говорите, ему так спокойнее. А почему ему неспокойно, когда вы, например, не с его мамой? Это вот такой, на мой взгляд, довольно важный момент, о котором вам нужно подумать, как следует. По моему мнению, опять же, по моему мнению, вам нужно об этом подумать. Вот. И, соответственно, значит, вы себя поставили таким образом, вот вы себя именно с мужем поставили таким образом, что вы его желание, его комфорт ставите выше своих. Почему? Почему так? Почему свои желания вы ставите ниже его? Да, он слушает, да, у него есть, как бы, уважительная причина, там, не быть с вами и так далее. Но, как правильно вам сказал мой коллега сейчас, что вы транслируете ребенку как раз-таки негатив. И за такого образа жизни, и за такой стратегией поведения. И это неприемлемо. Это совершенно неприемлемо. Потому что мама, она ответственна за себя и своего ребенка. И если она хочет, чтобы ее ребенок был счастлив, то она, в первую очередь, конечно же, должна быть счастлива сама. Я полагаю, что это справедливо. Ну, я надеюсь, что вы понимаете, что это справедливо. Справедливо так думать. Справедливо так рассуждать. И вот нужно теперь вам и ответить себе на вопрос. Исходя из того, что я вам сказал, как вы хотели бы поступить? Как мы считаем правильно? Если вы не доверяете мужу, то это проблема ваша. Если, например, муж вам не доверяет, то это опять же, серьезная проблема вашего мужа, что он не доверяет вам. Это очень серьезная проблема. Но это проблема вашего мужа, не ваша. И я полагаю, что вот от того, как вы будете видеть эту ситуацию и какую роль вы хотите играть в жизни своего ребенка и семьи, вам именно поступать. А также, какое место, по вашему мнению, должна занимать женщина, тоже очень важно знать. Если вы считаете, что женщина должна занимать вот такое место, терпеть, терпеть ради своего мужчины все, что вообще придется. Скажите, его маму, с которой вы вообще не живете, да? И которая вам посытит никто. И которая просто отыгрывает свой материнский инстинкт на вашем ребенке. Это уже вам решат. Но выбор нужно делать, исходя из того, что вы сами считаете правильным. И с учетом тех возможных проблем, которые у вас могут быть. То есть, предварительно эти проблемы решить. Предварительно блоки убрать. Тогда уже делаем выбор. Свободно. Свободно делаем выбор. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok